Доброе утро! И мы продолжаем 21 февраля на календаре. И сегодня отмечаем День экскурсовода. Вот об этой удивительной профессии предлагаю сегодня с профессионалами и поговорить. Да, об этих удивительных людях. Они у нас уже в студии. Спешим представить Кириллова Юлия Евгеньевна, специалист по связям с общественностью Музея-Заповедника Родины Владимира Ильича Ленина, городской экскурсовод, и Лимаева Дарья Анатольевна, научный сотрудник музея. Доброе утро! Доброе утро! С праздником! С праздником! Как отмечают свой день экскурсовода? Экскурсией или отдыхом? На работе. 21 февраля. Среда. Рабочий день? Рабочий день. Музеи работают с 10 до 6. Ну, все-таки, с 8 до 6. Ну, с 10 до 6. А какой-то подход есть определенный все-таки в этом дне? Может быть, вечером вам накрывают стол? Да, или конференцию, наоборот, какую-нибудь там до 10. Чем больше экскурсий в этот день, тем круче. Значит, надо пригласить наших телезрителей, отметить день экскурсовода. Конечно, и прийти в музей, потому что посетители для нас это всегда самый лучший подарок. Мы для них работаем исключительно. Но вот профессия экскурсовода начинается явно не с университета. Как вы пришли в профессию? Как становятся экскурсоводами? Что нужно закончить, чтобы стать экскурсоводом? Или можно в эту профессию прийти уже с другим багажом знаний? Просто понять, что тебе это нравится? Вот мне хочется включить настоящего экскурсовода и начать от Моисея. Экскурс, да? Да, экскурс в историю. Но мы опустим. Нет, на самом деле в профессию приходят по-разному. Потому что экскурсовод – это сложная профессия. Она такая многосоставная, что ли. И в этой профессии много людей с очень разным образованием. На самом деле это скорее призвание, это такое вот желание делиться с людьми, чем-то интересным, открывать для них что-то новое. Неважно, город это, деревня это, другая страна. И вот это вот желание отдать, вот оно, как правило, приводит людей в профессию. Классический путь, который большинство, наверное, проходят, это всё-таки в школе выбрать гуманитарное какое-то направление, любить литературу, историю, русский язык, много читать, много рассказывать. А потом идти в университет, ну, на какую-нибудь специальность, например, история. Вот я преподаватель истории по диплому. Вот. А сейчас у нас очень много молодых коллег. И вот Дарья одна из них со специальностью музееведения. То есть они прям вот профессионалы-профессионалы. Вот. А потом уже придя в музей, кто-то начинает пробовать в университете. Но вот прям профессионалом становится уже придя в музей. И сталкиваются с посетителем. Вот с тем, перед кем экскурсовод несёт ответственность. Дарья Анатольевна, что вас привело в профессию? Ну, наверное, в первую очередь я за это должна быть благодарна своему папе, который ознакомил меня с историей нашей семьи. Монеты старинные мы рассматривали. Школе своей тоже благодарна за поездки на каникулах в Ульяновск, школа Нинковская, Страмайский район. Обязательной была музейная программа при этом. Мы, наверное, во всех музеях города успели побывать. И когда пришла пора определяться с экзаменами, я выбрала историю, поступила в педагогический университет, как раз на направлении музейное дело. И где-то уже на третьем курсе начала работать в музее-споведнике Родины Владимира Ильича Олеговна. Практиковаться. А вот страха не было. Есть идеи, есть знания, есть желание рассказать. А вот они стоят, смотрят, глазами хлопают. И надо вот это первое произнести и рассказать, заинтересовать. Вот был этот страх? Или не было? Было, конечно. Вначале всегда бывает очень страшно. Особенно первые опыты проведения экскурсии, они были еще в университете. И уже... Голос дрожал? Да, и руки тряслись, и ноги. И на самом деле постепенно к этому привыкаешь. А этому учат? Или действительно нужно привыкнуть, нужно практиковаться? То есть опыт, опыт, опыт. Нас этому учили. Ну, какие-то приемы определенные. Конечно, да. У нас было ираторское мастерство, и как правильно встать, красиво. Но все равно, когда ты оказываешься перед людьми, становится очень страшно, становится как-то не по себе. Но когда ты начинаешь говорить, или когда, например, если это городская экскурсия, ты берешь в руки микрофон и начинаешь свой рассказ, тут же начинаешь чувствовать себя на своем месте, и все, дальше идет все как по маслу. Юля, бывают такие вот... Ну, хорошо, когда зритель благодарный. Вот он смотрит, и ты понимаешь, что заинтересован. А бывают школьники, чего скрывать? А особенно, которые вот стоят, впереди-то еще более-менее держатся, ротики на замке, а там какие-то шилопопы, если можно сказать, по телевизору. И вот не дают провести экскурсию. И уже вот стискиваешься, или как-то пытаешься... Ну, я вам скажу, тут не только школьники выкидывают фокусы. Что же еще? На самом деле, аудитория очень разная. Конечно, мы все мечтаем об идеальной группе, которая заинтересована, она слушает, она вот... Ты чувствуешь ее отдачу. Твоя задача группу увлечь. Если группа легко вовлекается, ну, повезло, пришли неравнодушные люди, которые, может быть, историей интересуются. А если они не интересуются, ну, твоя задача сделать так, чтобы заинтересовались. То есть найти путь к каждому сердечку. Не опускались руки в какой-то момент? Ты слышишь, елки-палки. Ну, группы разные. Иногда они идут просто подряд, например, в музей. То есть бывает там шесть групп подряд, соответственно, каждый час. И они же разные. То есть в моей практике не было такого, чтобы все шесть групп были. О, боже, какой ужас, я иду увольняться. Понимаете? То есть они чередуются. Сложно вспоминать, ну, каких-то особых там, не знаю, ужасных посетителей. Есть же наверняка какой-то конкретный случай, который, ну, запомнился, вошел. Мне запоминаются хорошие. Почему? Потому что такая колоссальная отдача от них. И вот из детей самая благодарная моя аудитория, которую я помню, я даже в школу помню, откуда они приезжали, это дети из Ульяновской области. Это именно школьники из сельских школ. Ну, вот что для вас отдача? Умеют слушать. Они заходят в музей, они замирают, понимаете? Вот они не дышат. Почему это происходит? Потому что для них путешествие в город – это путешествие прямо с большой буквы. И поход в музей – это праздник, это эксклюзив. Для них это будет, вот, может быть, первый и последний раз в жизни. Вот их привезли на каникулы, и они вот, ну, настолько у них эмоции вот от того, что они видят, что для них это вот праздник. И они боятся его испортить. Они понимают, что там нужно внимательно слушать, а вдруг я что-то пропущу. Ну, раньше там были отдельные, они пытались записывать что-то. Вот учитель особенно любит давать задания. А сейчас они потом достают все телефоны, когда говорят, что теперь вы можете пофотографировать. И знаете, как делают дети? Как же? Все. Вот просто все. Мы даже вопрос задали. А зачем вы? Ну, вот это вот тебе зачем? Ну, ты просто встань, мы тебя сфотографируем. Вот будет там, я хочу все, я все хочу заснять. Сейчас, по-моему, переходит на видео. То есть раньше фотографию, теперь мы пишем видео. И вот этот посыл, он очень приятный. Ты от него заряжаешься, ну, как актера на сцене, да? Вы понимаете, когда сидит зал, он не дышит, он ждет каждое следующее слово, ну, потом ты летаешь просто. Дарья Анатольевна, а у вас уже были подобного рода успехи? Да. Когда публика вот не дышала, когда посетители были настолько включены в процесс, что вот только вас услышали. Не могу сказать, что прям настолько, конечно. Но вот однажды прям вспоминается один случай. Это были школьники, и была там одна девочка, она была такая очень всем недовольная. Везде она хотела залезть. И в целом мне казалось, что ей интересно, что она хочет уйти. Но как только экскурсия закончилась, она первая подошла ко мне, сказала, это было так здорово, это было так интересно, и я обязательно хочу снова вернуться. Благодарный посетитель. Да. А как не устать? Вот, Юля, бывают дни, когда по шесть экскурсий. Ну, ведь одно и то же, получается, нужно говорить или не нужно говорить. Что вдохновляет, да, экскурсовода. Ну, глаза посетителей, конечно. То есть каждая новая группа, это вот каждый раз новый вдох. Да, текст, конечно, он... Я не могу сказать, что он стопроцентно один и тот же. То есть мы не говорящие головы, мы не нейросеть, которая вот одинаково идёт. Нет, ты должен рассказать конкретный материал, но ты можешь говорить с разными словами. И, соответственно, это облегчает эту задачу. Между группами всегда есть перерыв. Пусть он небольшой, пусть это пять минут, десять минут, пятнадцать минут, там, проветрить, вдохнуть, выдохнуть. Этого тоже хватает, чтобы перезагрузиться. Но, конечно, шесть экскурсий – это жёстко. Да. Это жёстко. Это максимум. Ну, практически шесть. Шесть, ну, самый максимум – это восемь, когда вообще каждый час. Ну, это восемь часов рабочий день, и каждый час, если, например, идут. Но в моей практике вот было шесть. Знаете, какой это день в году? Вот догадайтесь, в какой день в году бывает шесть экскурсий в музее. В любом практически. Январские праздники? Первое сентября. А, точно! Ну, все же. А сейчас к этому дню добавились дни, они так бездатны, но вот бывают, старшеклассники пишут всякие свои страшные там пробные ЕГЭ, и школу-то закрывают, и надо срочно всех куда-то вывести. Учителям дают задание обязательно не просто детей распустить, но что-то им там провести. И тут они вспоминают, у нас же есть музей. И мы такие журнал вычёркиваем, переносим. Вот, вот, и журнал очень красивый выглядит. Юлия Анатольевна, на вас что вдохновляет профессия? Ой, ну, вдохновляют люди, разумеется, люди, которые приходят к нам в музей, которые возвращаются в наш музей снова и снова. Люди, которые очень благодарны после экскурсии. Они говорят о том, что они узнали для себя что-то новое, что-то вывели для себя, какие-то новые, как говорится, инсайты словили. То есть, действительно, вот, люди, которым в итоге музей очень-очень нравится. Ради таких людей работать хочется. Но вот у нас сейчас есть возможность, вот я сама тоже ездила в Ижевск, или прихожу в музей, и мне говорят, ну, вот, можете взять там 100 рублей, 200 рублей, аудиогид, раз, и вот ты вроде бы ходишь, тебе тра-та-та-та говорят. Или же ты подходишь, сейчас QR-коды подошел, опять открыл картинку и читаешь все про это. Но по-прежнему, более того, мы успели обсудить до начала эфира, профессия экскурсовода не то чтобы не вымирает, а сейчас новый виток начался у нее. Ну, вот на мой взгляд, мне кажется, что новое, как бы, вот второе дыхание получает не столько профессия музейного экскурсовода, потому что есть большая разница между экскурсией в музее, в экспозиции, и городской экскурсией, когда ты показываешь город, улицу, объекты на этой улице, и в том числе заходишь в музей. То есть это две большие, в общем-то, разницы. Это отличие гида от экскурсовода, так? Ну, есть городской экскурсовод, а есть, например, экскурсовод в музее. Вот у нас вот такая градация. И, соответственно, вот мне кажется, что сейчас идет... Она до нас дошла, до Ульяновска, я имею в виду, в Москве, в Питере, все это раньше началось, рост интереса к городской истории и к городским историям. Соответственно, появилась у людей потребность в проводниках этой истории, в людях, которые им покажут, расскажут. И такая тенденция ухода от классики к чему-то нестандартному. То есть покажите мне этот город с неожиданной стороны. Вот, поэтому всякие необычные туры по крышам, по трущобам, по коллекторам, они не все безопасные, они не все безупречные. Нужно очень тщательно смотреть, выбирать. Но это вот ответ на этот запрос человека, узнать место, куда я приезжаю или где я живу, с какой-то неожиданной стороны. До нас это тоже докатилась волна. У нас много городских экскурсоводов сейчас разных. А в музее-заповеднике больше всего аттестованных городских экскурсоводов. А здесь конкуренция существует какая-то? Ну, конечно, она есть, потому что человек вправе выбирать, что он хочет. Мы ведем разные экскурсии. То есть музей-заповедник предлагает свои городские экскурсии по определенным темам, по определенным маршрутам. Но человек может выбрать то, чему у нас, например, нет. Например, экскурсия по Виновской роще. Аттестованных. Это такая серьезная ремарка. Серьезная. Каждый раз проходит профобучение или как-то вот... Это недавнее нововведение, законодательное. В связи с бурным ростом рынка появилось много так называемых черных экскурсоводов, нелегальных. То есть непонятно, что это за люди, какое у них образование, что они рассказывают, несут ли они ответственность и так далее. И на законодательном уровне была создана вот эта аттестация городских экскурсоводов. У нас в Ульяновске несколько лет уже проходит эта аттестация. Занимается аттестацией агентства по туризму. Проводится своеобразный экзамен. То есть тот, кто хочет стать городским экскурсоводом, он подает заявку, платит госпошлину, приходит в назначенное время на экзамен, его слушает комиссия, и потом решают, может или нужно еще подготовиться. И получает в результате экскурсовод специальную карточку, пластиковую, номерную, с фотографией. И, по идее, на маршрут он должен выходить вот с этой вот карточкой. Ну, потому что именно к такому хочется попасть экскурсоводу. Ну, конечно, к профессионалу. Да. Ну, здесь вопрос, конечно, в первую очередь безопасности, потому что экскурсовод, работая с группой, он за нее отвечает головой. Вот, поэтому, конечно, важно, чтобы все было хорошо. Правильно? Спасибо. И полюби, как это происходит у вас. Исключительно. С праздником. Спасибо еще раз. Спасибо. Будем ждать еще. Спасибо огромное, друзья. Напомню, что в гостях у нас сегодня этим утром были Кириллова, Юлия и Евгения. У нас специалист по связям с общественностью. Музей-заповедник Родина Владимира Вильевича Ленина, городской экскурсовод, и Лимаева Дарья Анатольевна, научный сотрудник музея. Ну, а мы двигаемся дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова